друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать сегодняшний ролик урал очки очередная распаковка очередное счастье привалило урал очки и сарафану но сарафан как обычно опять друзья мои очень счастлив очень доволен ой говорит он я даже не ожидал не ожидал вот какая классная штука да да прям друзья мои так счастливы но как обычно естественно надо же отрабатывать рекламу кто бы собственно сомневался я смотрю на урал очку та вся отекшая какая-то опять какая-то помятая непонятно какая вроде и накрасилась а все равно следы видимо вчерашней гулянки дают о себе знать урал очка давай-ка признавайся опять пивасиком баловалась аль нет не знаю ребят на самом деле да как говорится все может быть ну и тут собственно они начинают делать рекламу этому пылесосу мол такой пылесос прекрасный не пылесос а мечта мой это абсолютно все и диваны и стекла и все на свете и зеркала и так далее да да вот прям мечта хозяйки самая настоящая вы знаете ребят а мне очень интересно как скоро это мечта хозяйки и хозяина дома отправиться благополучно продавать себя на авито вот согласитесь хороший вопрос урал очка несколько раз нам повторяет о том что это пылесос нового поколения да да демонстрирует чудо агрегат сарафан мол чудо чудо говорит сарафан а не пылесос ну и что собственно друзья мои демонстрирует нам пятнышко значит а урал очка начинает рассказывать о том где собственно да что произошло что вот дуню вырвала на полосы вот сейчас мы вам продемонстрируем как же справляется данный пылесос с этим пятном далее ведут нас на кухню и рассказывают о том что вот были тут ребятишки вот ребятишки-то разлили и вот мы сейчас вам продемонстрируем как наш пылесос справиться и с этим пятном уралка ты знаешь вот на самом деле у меня вопрос на засыпку а неужели нельзя было заранее убрать сразу же по горячим следам убрать вот это пятно если бы его действительно сделали дети да но сразу не дожидаться пылесоса хотя вы знаете мое мнение что они сами специально пролили водички туда ну так чтобы показать что вот смотрите что вот мы сейчас будем делать а чудо пылесос будет справляться с этим моментом ну а вообще если серьезно круто когда есть ребятишки на которых всегда можно свалить свою косорукость согласитесь друзья мои вот пока не было обдуганий уралочка могла сваливать свои косяки исключительно только на сарафана теперь они с сарафаном могут валить на ребятишек на обду да на ерихинах девчонок далее друзья мои демонстрируют нам как ловко пылесос справляется с зеркалом обалдеет сгогочит сарафан да уж ну а далее ребят собственно сама реклама от сарафана здесь знаете даже вот хочется сказать только одно нет слов одни буквы сарафан говорит обычный сухой уборка сделали пылесос собственно все понятно да друзья мои я если честно валяюсь от этих горе рекламщиков на одном зарядке продолжает сарафан работает пылесос да уж дуралочка тоже кстати не отставала от сарафана она тоже еле ела еле читала инструкцию видимо а вновь и вновь вспоминала знакомые буквы друзья мои поэтому я это как всегда давалось с большим трудом да ну и как всегда краткость сестра таланта это не про эту пару нет друзья мои вот нет бы снять какой-нибудь нормальный такой знаете ролик минут на восемь от силы на десять нет ребята надо вот это вот рассусоливание размусоливание вот эту жвачку да вот эту резину растянуть аж на целых 20 минут видимо в их понимание в понимании этой пары считается что чем дольше делаешь рекламу это лучше да друзья мои как-то все-таки получше ну и что вот честно я вот знаете когда послушала вот этот обещанный сухой уборка сделали пылесос да вот честно на одном на одном зарядке работает да я вот послушала и думаю боже мой вот я даже у меня больше претензий к этим рекламодателям которые собственно дают свою продукцию на рекламу вот это ж насколько надо не уважать свою продукцию чтобы доверить ее вот таким вот горе рекламщикам это действительно вы показываете что вы свою продукцию готовы дать даже тем которые не в состоянии связать нормально два слова это вот лично для меня какая-то непонятная ситуация вода текет кричит сарафан да сарафан именно текет действительно ну и так на минуточку да тем кто будет кричать 18 лет человек живет в россии да уралки там тоже все текет и так далее но уралки плевать что у нее там текет она значит не обращает внимание демонстрирует нам сумочку от этого чудо пылесоса это нечто далее уралочка начинает рассказывать говорит а мы вот наш вот этот вот пылесос отвезем на дачу а вот этот который новый нам пришел мы значит как раз таки оставим его дома до уралочка верим верим конечно же учитывая что у вас за последний год уже наверное пылесосов 10 должно быть то конечно же мы верим что у вас на даче пылесоса нет но и друзья мои да да что тут еще значит а все прекрасно все хорошо уралка кричит вот смотрите вот тут вот кое-что шоркается возле дивана чё шоркается да ну то есть даже человек не в состоянии нормально сказать что у них там происходит так далее я поняла но просто я не собираюсь гадать опять же на кофейной гуще и додумывать что там происходит даже сказать нормально уралочка не может ну а далее нам начинают демонстрировать свою готовку решила она сегодня приготовить гуляш да друзья мои беточки в дверях и гуляш по коридорам но это так шуточка и опять опять говорит посмотрите кошка дуня на своем типа боевом посту мол вот как только я начинаю нарезать мясо а это говорит у нас говядинка да да надо обязательно сделать акцент ну типа не свинина говядина тут же дуня прямо прям бежит все вот хоть что ты ей говорит ну и тут я смотрю уралка дает значит ей на столе как раз таки мясо дуня это мясо ест на столе дуня тут же там значит садится как раз таки на на этот диванчик да на кухонный уголок в общем все как обычно вот знаете ребят и рассказывает уралочка говорит я ей уже второй кусочек говорю даю вот же ж она у нас мясоед хочешь не хочешь а мяско ей дай куда хоть в кошененка влазит говорит уралочка да не влезает а влазит в кошененка уралка ты знаешь ну глядя на вас и глядя на ваши порции да на вашу троицу я имею ввиду уралку сарафана абду тоже всегда можно задаться вопросом собственно куда в вас только влезает да куда вас только лезет вот этой еды да учитывая тот самый момент что вы даже еще собственно толком ничего и не сделали чтобы по крайней мере да физически не потрудились не поработали чтобы заработать так скажем себе на еду я не в плане заработать заработать да я в плане того чтобы ну как раз таки организм начал уже поедать огромное количество пищи, да, я об этом, ну, а что касается кошки, ребят, у меня вот этот момент уже прям, знаете, так немножко слегка морозит, я бы сказала, да, потому что я не понимаю вот этого без конца делания акцента на том, что, посмотрите, мы нашу кошку кормим мясом, правильно, ты своей кошке бросаешь вот так вот на пол, да, на стол сырое мясо, и ест она это мясо, потому что она голодная, потому что ей тоже хочется что-то есть, а вообще нормально, да, взяла бы, если даже знаешь, что она ест у тебя сырое мясо, взяла бы вот эти, порезала кусочек мяса на кусочки, положила бы ей в мисочку, да, приучай кошку к тому, что у нее есть место, где надо есть еду, да, где она должна принимать пищу, зачем это, к чему это там на столе, вот эти все моменты, мне просто интересно, да, в любом случае, всегда обратите внимание, Дуня у них там на столе ест этого мяса или еще ест, скидывает его на пол и ест уже на полу, ребят, ну согласитесь, какой-то момент тоже интересный, а вообще вот этот акцент на том, что смотрите, мы мясом кормим, кормим Дуню, да вы ее не столько кормите, сколько ты разговоров говоришь по этому поводу, вот куда в нее лезет, аж второй кусок ест, ну и что, вот, ребят, честно, у меня другая проблема, у меня проблема, что кошка любит корма, да, вот, кстати, сегодня ровно полгода, как муж купил нам кошечку и принес ее, как раз-таки привез ее нам домой, но у меня другая проблема, я ее отвариваю, я ее буквально заставляю есть натуралку, я отвариваю куриное филе, то есть в одной мисочке у меня там стоит куриное филе, допустим, в другой мисочке, отварное, да, в другой мисочке лежит еда, вот, она будет ходить, она не хочет есть отварное куриное филе, я ее просто иногда заставляю есть, она не хочет есть, вот, ее приходится заставлять, а здесь кошка бросается на сырое мясо, потому что она тоже голодная, потому что она тоже хочет есть, какие проблемы, ну что, у нее что, есть какой-то выбор, я не понимаю, но уралка иногда нам демонстрирует дешевый корм, который она покупает своей кошке, мол, смотрите, какие мы молодцы, мы на кошку тратим, так вы и должны на нее тратить, это же ваша кошка, что-то, вот, ребят, я прям, я в шоке, знаете, вот, вечно из себя такую корчит, это нечто, куда в нее столько лезет, а в тебя куда столько лезет, Господи, прицепилась к этой кошке, а самим жалко даже два кусочка мяса для собственной кошки, еще она будет нам сказки рассказывать о том, как она кормит бездомных собак мясом и котлетами, ребят, ну да, как говорится, свежо предание, довериться с трудом, в общем, уралка, как всегда, обязательно надо что-нибудь соврать, обязательно надо продемонстрировать себя во всей красе и показать, какая же она щедрунья, представляете, свою собственную кошку докормит иногда мясо, причем делает это исключительно на камеру, вот, обратите внимание, всегда исключительно на камеру, да, а так, когда к ней забегут какие-нибудь соседские кошки на дачу, она говорит, ой, а у нас сегодня ничего и нет, да, уралочка, ты молодец, ты, как всегда, в своем репертуаре, друзья мои, вот такой у меня получился обзор, продолжение на этот ролик, где она готовит гуляш, друзья мои, будет в следующем обзоре, ребят, всех целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok